Согласно последнему рейтингу стран по восприятию коррупции, Казахстан улучшил позиции, заняв 124 место из 180 государств. Конечно, рано говорить о каком-то ошеломительном успехе в борьбе с этим явлением, но результаты есть. Вашему вниманию программа Кабинеты. Меня зовут Дамир Абуов. Здравствуйте. Так вот, практика показывает, что повсеместная цифровизация реально уменьшает коррупционные риски в государственных органах. Взять, к примеру, оборонное ведомство страны. По сути, государство в государстве, где покупается все, от ложек до вооружения. Как при этом удалось сделать все финансовые процессы максимально прозрачными. Об этом и не только. Поговорим с заместителем министра обороны Казахстана Бауржаном Туртаевым. День добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Дамир Абуов, телепрограмма Кабинеты. Очень приятно. Вы, если я не ошибаюсь, в министерстве отвечаете за финансовый блок вопросов, в частности, за борьбу с коррупцией. То есть, какие меры принимаются и дают ли они главный результат? Министерство обороны – одно из самых низкокоррумпированных государственных органов. В Казахстане, я знаю данные генпрокуртуры, в этом году было более тысячи выявленных коррупционных преступлений. И из них только четыре было в министерстве обороны. Но четыре тоже это нас не красит. Мы с этим работаем. Вначале это периметивная работа. То есть, постоянно военнослужащим говорится о том, что это неправильно. То есть, проводится разъяснительная работа, воспитательная работа. Притом, в министерстве обороны, в воспитательной работе очень большое внимание уделяется. Кроме того, мы меняем бизнес-процессы. Мы делаем так, чтобы не было возможностей каких-то коррупционных рисков. Например, если говорить про систему госзакупок. Вот, постоянно в прессе это обсуждается. У нас занимается отдельное подразделение. Оно называется главным управлением госзакупок. Оно является организатором конкурсов. Мы не видим поставщиков. И, соответственно, нет соблазна. Соблазна нету, нету контакта и так далее. Мы убрали физический контакт. Это сильно повлияло на нашу работу, в том числе и в коррупционном плане. И, соответственно, мы улучшили и повысили качество госзакупок. Раза в три по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество замечаний по проведению госзакупок. Если в прошлом году было больше ста, то в этом году где-то порядка сорока. Мы уже сформировали предварительный план госзакупок на следующий год. Это тоже такой шаг мы сделали. Почему? Потому что если когда проводится в январе, феврале, то, соответственно, конкурс заканчивается в марте. И начинаются высокие риски, что не до поставки. Поставщики начинают не вовремя поставлять. Особенно важно для того, чтобы наша жизнедеятельность функционировала непрерывно. Вот, допустим, солдаты питаются в казармах, в частях. Соответственно, если конкурс заканчивается 31 декабря, то 1 января солдат все равно должен кушать. И, соответственно, мы по поставке питания, мы уже сейчас начинаем конкурс объявлять, чтобы уже поставщики 1 января спокойно зашли. Ну, если кто-то новый или старый, чтобы уже спокойно зашли в части и кормили наших солдат. Одно из основных направлений работы по снижению коррупции – это цифровизация всех наших бизнес-процессов. Мы сейчас работаем над проектом, так называемый цифровый военкомат. То есть мы уже начали работу в сотрудничестве с корпорацией для граждан. Постановка на учет, снятие с учета, получение военных билетов и так далее будет проходить через соны. Сейчас пока еще на учет приходят военкоматы, но я думаю, уже через год такого уже не будет. Не будет очередей, не будет таких контактов между нашими сотрудниками, с гражданами нашими. То есть это тоже сильно повлияет. В ближайшие год-полтора у нас будет вся система завязана, то есть будет на цифре полностью. То есть это также, если будет четкий учет, то не будет возможности у отдельных наших сотрудников возможности что-то там украсть, списать неворму и так далее. Сейчас в министерстве проводится функциональный анализ по всем нашим подразделениям. Обнаружили очень много дублирующих функций среди различных структурных базов. Первый этап проводился на уровне центрального аппарата и генерального штаба. Обнаружили, что есть дублирующие функции. Мы сейчас уже идет переуропировка. Снимаем, сокращаем должности. То есть уменьшаем количество руководящего состава, увеличиваем количество уже исполнительского состава. Сейчас проводится по всей системе. Уже видно, что некоторые подразделения мы будем просто сокращать. Некоторые подразделения будем оптимизировать, хирурганную структуру. То есть вот такую работу мы проводим. И уже результаты уже скоро будут. Президент КСМЖ Мартукаев в своем послании народу Казахстана отметил, что необходимо сформировать боеспособную армию на основе новой концепции. Хотелось бы узнать, что это за концепция, из чего она вообще состоит, как вообще выглядит. Прежде всего, это опять же модернизация, закупь новой техники и цифровизация всей армии. Внедрение IT-технологий внутри армии, совершенствование инфраструктуры. То есть мы планируем модернизировать наши силы воздушной обороны, военно-морские силы, сухопутные войска. Мои коллеги сейчас готовят новую концепцию по развитию и строительству вооруженных сил. И большое внимание там будет уделяться инфраструктуре, строительство новых складов, вооружения, строительство обеспечения жильем военнослужащих, создание нормальных условий в воинских частях. Для любого, мне кажется, военнослужащего важно иметь хороший социальный пакет. Вот в этом плане оборонное ведомство какие меры предпринимает? Государство обязало всех военнослужащих обеспечивать жильем. Пока возможностей бюджета не хватает, чтобы каждому квартиру дать и так далее. Первое. Второе. С другой стороны, военнослужащие особенности службы, что он может сегодня жить в Норт-Лутане, завтра его могут перевезти в Баябус. Ну и так далее, и так далее. Чтобы он жил в нормальных бытовых условиях, присмотрены жил выплаты. Жил выплаты учитываются в зависимости от региона, берется средняя арендная плата за жилье. И учитывается 18 квадратных метров на одного члена семьи. Вот если 4 человека, то уже, значит, будет 72 квадратных метров, ему положено. Пассивно задают вопросы о том, как эти жил выплаты еще можно по-другому использовать. Еще другой вариант – это через Жилостройбанк, называется программа «Аскиры-Васпана». В том, что военнослужащий покупает квартиру, ему нужно гасить кредит, и этими жил выплатами он гасит кредит. Это такой очень хороший, взаимовыгодный шаг для всех – для военнослужащих, для руководства, в целом для Министерства Савронова и для банков в том числе. Потому что в отличие от других заемщиков, жил выплаты, они постоянно выплачиваются. И я могу сказать, что уже в этом году больше 2000 военнослужащих получили жилье благодаря вот этой программе. А мы сейчас работаем дальше с другими банками. Мы тоже эту работу проводим. Так как наши военнослужащие, они де-факто заемщики лучше, чем в среднем. Потому что вы же понимаете, что заемщик может платить, может не платить. А тут сразу заключается доктор, что военнослужащий открывает спецсчет в этом банке, где берет лепотеку, и мы туда ему сразу деньги перечисляем. То есть он и банк сразу деньги эти снимает. То есть банку выгодно, что это качественный квалифицированный заемщик. А вообще какие еще социальные льготы существуют сегодня для военнослужащих? И главное, распространяются ли они на членов семей? Могу сказать, что среднемесячные доходы военнослужащих, они примерно равны среднемесячным доходам молодушного населения в Казахстане. Основное, что государство обязалось, что 25 лет непрерывной службы дает право выхода на пенсию. Платим за проезд, ну и так далее. У нас свои медицинские учреждения есть. Каждый у нас в случае ходит в военные медицинские учреждения. Члены семьи имеют право тоже их посещать. Большое спасибо за интервью. Очень было интересно побеседовать. Вам спасибо. Удачи в работе. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин